Помню старую историю, что в 80-е годы, в годы перестройки, наши ребята, вот украинские моряки, морские структуры, работали в Бразилии, в Аргентине, занимались дноуглублением. И вот наше управление Черноморских флот в Бразилии, где-то в самой глухомании бразильской, занималось тем, что углубляли в гости Амазонки, значит, там подходы к портам. Ну а выходные их почти навозили в Рио-де-Жанейро показать, собственно, столицу Бразилии. Ну и вы знаете, что в Бразилии находится в Рио-де-Жанейро самый большой в мире памятник Иисусу Христу, которому ведет канатная дорога. Вот мне этот товарищ рассказывает, такой настоящий одесский товарищ, рассказывает, что. Ну, сел я в кабинку, еду, на встречу, как говорится, с Иисусом Христом, и слышу рядом в соседней кабинке, сзади русская вещь. Я прислушивался, действительно русский. Повернулся, смотрю, очень пожилые люди там, не то, что какая-то шантропа из последней эмиграции какой-то. Ну, когда кабинка остановилась, я вышел, подошел к ним, спрашиваю, вы русские? Я говорю, да, мы русские. А откуда вы? Ну, они так замялись, это неудобно. Говорят, ну, вы, наверное, не знаете, точно не знаете. Ну, есть такой город, Одесса. Ну, он, конечно, возмутился. Как, я не знаю. Они говорят, что вот, когда мы себя хорошо чувствуем, мы приезжаем сюда, чтобы помолиться, чтобы в Одессе все было тоже хорошо. Этот товарищ меня переспросил. Скажите, а вот вы знаете, может быть, кого-то знаете, что поехали и начали молиться за Харьков, за Венецию, за Ниццу? Я говорю, я не знаю. Он говорит, я тоже не знаю. Так я говорю, что сегодня это очень актуально, что мы все должны молиться, чтобы в Одессе все было хорошо.